дорогие друзья гости подписчики вот рассказать о том что у нас получилось все-таки у нас кто-то ходит с обратной стороны опять у меня кто-то там закрыл вот это вот крепление мы его не закрываем потому что изнутри открываю козу козу сын у меня командировки он не приходил там кто-то вон ту дверь закрыл снаружи у нас собака сегодня тарзан орал как ненормальный я ушел не за такой вот у нас все у нас хорошо я знаю что здесь тесновато сейчас через недельку им уже будет тесно мы тут будем рассаживать конечно это просто на недельку на полторы не тут ну максимум на 2 по поводу расклева по поводу расклева расклева у нас не будет потому что расклев я считаю тесноты может быть и когда уже взрослые курицы они тут не так уж тесно вычитайте сколько сколько у меня метр на полтора метр на полтора сделаем еще нас есть таки сегодня сейчас можем я просто перед сейчас пока засниму хочу рассказать что у меня утром да ну не кричите вы только что поели что у нас тут по планам в общем что получилось ну курочек уточек показала хочу сказать что пока пятерочку они как-то не очень ахти ахти кушать хотя курочкам уже месяц второй пошел а утята съели всю нулевку на нулевку у меня закончилась остался только к пятерочку ну что будут есть пока пятерочку этот комбикорм пока пятерку он хороший и нулевка у них нормально стул хочу показать кстати по поводу как говорят какашек вот видите они у кал у птичек должен быть такой вот с белым налетом то есть не совсем жидкий видите кал у них нормальный стул у птичек он видно что он там с белым налетом это все прекрасно этот вот что касается нулевки весовой и ту это я на складе брала а тот комбикорм с которого у меня они ходили плохо это покупаем я покупала магазине хозяйственном сельском 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 поселении в одном соседнем и вот такая история получилась так нас курица что ну тут немножко тоже стенку следово накидали моим тут они любят копаться в сене вы все съели что ли же мне ну ладно речь не о курице речь о утоках яйца мы уже собрали в общем ситуация такая ну посмотрите все равно нету я забрала все яйца куриные что получилось пришла я сегодня сидят нормально наложила я не с тобой разговариваю наложила я еды попить они встали пошли смотрю одно яйцо они раздавили все-таки они раздавили вот я вы ну чё ты кричишь то вот крупная выкинула прибиралась я все яйца куриные убрала мне сказали один пользователь что да и они раздавят действительно я не знаю это я делала как экспериментально подложила яйца как они могут высиживать я не знаю они их лав рвут когтями крупа тонкая не знаю может и то одно-два они когда сидят они же яйца переворачивают и яйца яйца не могут раздавиться вот ну что ты моя хорошая сейчас мы тебе будем отдельную клеточку сейчас мы будем яйца я вынула гнездо освободила и мы сейчас можем будем делать вот что я сейчас потом засниму мы здесь и так вот перегородили я все думал как мне перегородить одно гнездо так или так вот сейчас мы вот так перегородим и вот это место здесь останется гнездо там кормушка с поилкой у нее будет и она у меня спокойно будет сидеть а здесь этих все эту я ставлю белую потому что белая у меня только-только-только села на гнездо а эти у меня но она такая добросовестная ты же у меня тем более ее не очень долюбливают вон она пух щипает выщипывает пух у себя смотрите ты что-то не там щипаешь-то надо на гнезде щипать ну да посмотрите что делать выгнали белую утку уселись обе на гнездо оставила здесь 9 яиц ну-ка давайте слезайте слезайте тут белая уточка будет сидеть давай слезай ну-ка давай вот не согни видите я сюда посадила она сидит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 яиц я их подписала вот и теперь будем 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 вот я сюда посадила она сидит видите сейчас посажу туда она туда сядет вот такая вот утка вот как их я не знаю ну да они вон но вот чего ты хулиганишь то что вы ее трогаете то она сейчас только начала нестись надрызгала вся сырая видите утки спокойные она пищит тоже на гнездо хочет садиться ну вот все под себя все яйца подогнала такая ситуация нет я считаю да у них вы посмотрите какие у них когти вы посмотрите какие у них когти видите они же этими когтями все яйца пока когда переворачивать сидят на ней когтями посмотрите какие когти видите вон она скорлупа у яиц тоньше чем мутина так что мне правильно сказали огромное спасибо ну вот вы посмотрите что делается вы какие-то я вас перехвалила говорю дружные какие-то они драться начинают выше с одного помета у меня хулиганье все они дерутся видите их надо отсаживать делать в общем сейчас мы будем перекрывать и вот так пусть селезен с ними тут занимается будут яйца откладывать будем собирать вот посмотрите еще я сейчас сено тут насыпала им свеженького ну как бы было чистенько не было жидкого стула у них потому что я опять посадила на зерно стул пока что они тут пока не ходили хотя видно он немножечко вон а те пальчики вот а стул нормальный такой ну плотный вот даже вот у этих вот так видите стул нормальный нормальный стул со зерна комбикорм они у меня все равно им давала я вам показывала вы чё хулиганите то а ну вот-вот-вот здравствуй тебя я с тебя тут два-три дня не гладила да безобразие безобразие какое да ладно да не буду ты вон у тебя мочка вся грязная иди скорок да скоро гулять но у тебя как хомяк ты хомяк хомка тебя назвать что ли ну ладно дорогие друзья вот эксперимент опять с куриными яйцами подложенными под утку провалился не делайте этого не портите яйца тем более если у вас хорошее ингибационное яйцо тем более еще покупное не надо вы лучше посадите курицу на эти яйца закройте сделайте ящик посадите туда курицу закройте и она день посидит и она привыкнет потом вы ее откроете ничего с ней не случится сутки она посидит как делают усаживать я наверно потом засниму тоже попробую и пусть сидит курица на яйцах только я день на гнездо надо делать не туда где все сносятся отдельно что вот о чем хотела рассказать яйца я сейчас проверила все они пустые толку никакого толку никакого они не развитие не почему-то не пошло хотя у меня в инкубаторе заложены точно такие же яйца еще ранее собраны развитие пошло а здесь развития нету они их плохо переворачивают но они тяжелые они все троем садятся и также как свои яйца они когда три утки сидят на одном гнезде вес очень большой давит на яйца и они просто тыкают но их не переворачивают и получается что яйца залеживаться на одном боку и прилипают к одной стороне и как бы развитие приостанавливается и получилось то же самое у меня и с куриными яйцами вот так что ну наша ошибка не предугадали но хоть какие-то видите мифы развеяли не надо под уток ложить яйца не надо может какое-то одно-два у кого-то когда-то попадает я конечно не знаю может под легонькую какую-то уточку но у нас утки тяжелые большие у нас утки это просто камера у меня фотоаппараты были у меня самсунг фотоаппарат а у него функция она как бы берет вдаль чем дальше тем больше объем и он сужает камеры получается так то утки у нас большие и тяжелые и они как бы завалили зажали и ничего не переворачивали яйца в развитии остановились так что вот эти у нас вот у нас маленькая у . одна так это из покупного помета вот она маленькая у нас да ну не знаю может еще вырастет это конец сентября 20 сентября выводок вот это вот ябленно ябленно декабре январь и февраль марта март 6 месяцев 6 месяцев 20 марта будет 6 месяцев через месяц а вот этого гривен гривен грива такая красивая ай какой красивый так что вот так что не портите инкубационное яйцо не повторяйте наших ошибок ну все дорогие друзья будем сейчас переделывать сейчас я засниму как вас куп яйца и заснимем как мы тут отгородим покажем еще хочу заснять смотрите как они дружно там сидят смотрите дружненько дружненько лампа туда направлена я посмотрела на градусники наверху 25 градусов сейчас не будут пугать просто а внизу соответственно побольше около 30 градусов как бы хорошо кому жарко видите они здесь сидят только вот любят тут сидеть на кормушках начинают оперяться уже сплята какие-то видите побольше перелись это более ранее которые 15 января февраль и март апрель февраль марта вот 15 будет им два месяца цыплята вот этим цыплятам ну что мои хорошие поели да поели мои хорошие все дружные дружные территории конечно будем увеличивать и курочки вырастут и уточки вырастут уточки уже заметно видно что они подросли и хорошо подросли кстати надо взвесить будет повзвешивать принесут сюда весы и мы подвешиваем их посмотрим какой вес у уточек кстати вот не додумалась не догадалась весь при рождении надо будет такое сделать он как распушился он как распушился жарко жарко видите кому-то здесь жарко мне спрашивают какая температура вот здесь вот так а внизу у нас температура внизу у нас температура 15 градусов градусов 14 градусов внизу да не кричи не кричи я пошла уже все кавалер кавалера ну все еще раз спасибо за внимание если у птичек психика нормально они переживаются ну петухи петухи вон дерутся петухи курочки спокойно петухи дерутся уже сразу видно кто петух петухов вот мы будем отсаживать сразу наверное так думаю пугают пугают друг друга пугают показывать свой характер 1 2 3 4 5 петухов вижу уже ну вот такие дела у нас такой обзорчик небольшой вот такие дела ну все спасибо за внимание еще оставайтесь с нами очень спасибо огромное за советы за подсказки очень ценные советы подсказки это все конечно про куриста ну проверили что поделаешь вот десяток какой десяток 15 яиц у нас пошел в расход ну как бы они еще шесть дней неделя им развития нету мы их отварим собакам так что собакам тоже надо яйца так что такие у нас дела вот сидит и орет ты посмотри покажи ты мне яйцо ты есть у тебя там уже тут два ух ты раз два три три яйца может ты высидишь у меня ну сиди-сиди посмотрим я тут два яйца было и одно яйцо положила который было внизу но учет сидит посмотрим она станет съесть или нет ну что уже училась на этот на гнездо что такие пироги кто-то у нас лазит вот это вот защелка с той стороны с улицы была закрыта я сегодня стала козу пускать раз и не открывается дверь мужа спрашивает и закрывал нет ведь не закрывал я знаю что ты там выпускаешь зачем мне а у нас закрыты внутри то есть кто-то приходит тарзан сегодня всю ночь орал ну как не всю ночь сегодня вот кстати все время ходит тогда когда снег идет чтобы не видно было следов при порашивает но у нас собака все время выскакивать весь отворота выскакивает его туда вот так вот так 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 туда бежит туда вот надо спройти собакой дунькой и посмотреть куда она поведет какому дому она приведет посмотрим кто это делает ну я не удивляюсь у нас такой народ у нас такой народ беспардонный и считает что это как порядке вещей видите у нас там дачи дома и клубнику ходят собирают и ягоды и яблоки наглую ну вот через нашу огорожены собаки видишь что собака ночью привязана мы же ее не отпустим но даже мы посадим сделаем вольер все равно же собака закрыта вот у людей совести вообще нету не у всех так что вот будем в этом году строить забор сплошной металлический у нас территория большая очень большая не буду не думали видите на сетка и дорожная не думали что собаки будут ну все спасибо за внимание красота вся наша мамка но тебе холодно сейчас домой пойдем до холодно посидела погуляла вот это яйца у нас из-под утки здесь 10 штучек и где у нас еще и здесь 2 3 6 штук сейчас мы будем скопировать так посмотрим вот смотри здесь развитие как бы пошел на непонятно засвидеть из круга воздушной камеры не видно это видите тоже толку никакого нету ничего просто желточек он подмерзшим мне кажется с молуточки гнездо приподнимите в верхней части и толку никакого желток мир не увеличивается это может быть еще чё-то тут есть но ничего не видно ничего не видно вот кстати воздушной камеры вообще не видно да наделась воздушная камера здесь нет воздушной камеры почему так вот ничего как бы она не телефон упал извиняюсь воздушная камера небольшая но что-то 6 дней прошло никаких сосудиков не видно что видите залежавшийся как-то в одной стороне в одной стороне желток залежавшийся одно яйцо было раздавлено это тоже непонятно чего толку от яиц никакого под уткой это вообще верхней части тем более не я не знаю куриц нормально все было когда курица сиделась не знаю курица может уселась там тоже вот никакого ничего ничего разница вот я снимала видео ничего видео снимала в инкубаторе все-таки дает свою знать земля сейчас я зоночку подложу под гнездо утки еще два яйца осталось нет ничего хотя те же яйца что в инкубатор ложила видите оно даже с одной стороны залежалось желток в одной стороне крутится так что вот дорогие друзья не портите яйца не ложите под утку куриные они одно яйцо уже раздавили мне а это а это я отварю собакам ну это у меня экспериментальный поэтому я не переживаю я решила проверить рискнуть чтобы не повторять ошибок а то сейчас начнется сезон тем более породистую курицу будем покупать приобретать чтобы не пороть яйца не пороть такую ерунду не знаю у кого получается это все дело но утки я уже тоже повторяюсь утки яйца давят как мне посоветовала подсказала тоже одна блогер она посоветовала что яйца под утку ложить не надо правильно сказала молодец спасибо за совет пока пока дорогие друзья вот мы что сделали разделили здесь ой вот я думаю здесь не прилетят они надо что-то тут сделать все сказать мужа перегородили что-то какая-то фигня тут потому что на быструю руку всех уток оставили одну утку отсадили хотели белую посадить но что-то у нас вот это вообще не стоит видите на сидит даже кушает я поставила еду она хорошо сидит закрывает яйца ее тут он тогда про собственности что я даже везде хвост по выщиплю я решила оставить ее пусть сидит раз она сидит ее бедную сгоняют она капитально сидит пусть сидит на яйцах я подложила видите розовый там это целлофань под гнездо будь здорово чтоб тепло мыхло просто вновь пола водичку поставили вон качество то что-то нехорошее вот грязный кран был поставили ей водичку еду видите она сидит кушает мы решили ее оставить она сидит хорошо пусть сидит вот здесь гнездо мы оставили потому что они будут сносить яйца все равно яйца мы забрали потому что яйцо одно раздавили вот такие пироги у нас дальше что хотел еще сейчас вечером показать вот эта курица сейчас закрою цепочки у нас все хорошо кушают уточки вы смотрите видите ну кушайте кушайте мои хорошие мы заходим смотрим пока они ничего не дерутся уточки очень хорошо подросли недельку 2 неделька им пошла петушки дерутся они только между собой потому что они реагируют на драку вот они и дерутся так что хотел показать у нас курица села на яйца там три яйца у нас курица выбрала здесь место на сеста и сидит время ночь она сидит значит она будет сидеть ну пусть сидит так что такие вот у нас дела села пусть сидит здесь у нас все чисто пусто но мы яйца уже забрали яйца у нас на еду идут аленушка солнышко сегодня выпустила козу гулять не хочет идти гулять так сейчас тебе сенца подложу ну вот такие у нас дела так здесь мы сделаем потом следующий выходной но они все равно смотрите они усилились на книгу но они стоят и садятся яиц нету правильно мне сказали что если яиц не будет они она видите они не сидят они стоят яиц нету они не садятся ну может спать будут здесь не знаю посмотрим нечего вам девочки сделать здесь все пошли пошли куда-то пошли куда-то пошли все не понравилось делать ничего то одна сидит и всех не садятся а это сидится у нас все поела умничка умничка хорошая была моя сиди сиди сидишь сиди так что вот такие у нас дела разделили мы ну я думаю не перелетят а места мало если что я завтра сама переделаю так хватит два места наверное я так думаю эти цыплята уйдут у нас отсюда мы вам опять откроем территорию сегодня будем открывать только нижнюю откроем вот этот вот это вот откроем только нижнюю может две нижнюю вот эти откроем и пусть они туда-сюда входят да цыплята у нас переберутся да да мои хорошие да мои хорошие все играют играют бегают я посмотрела у цыплят лапки все хорошие уже когда мы покупали первых куриц но мы от них не выводили цыплят я говорю у одного цыпленка о как какие лапы так крепкие смотрите уселся он залез у всех лапки ровненькие мы брали у одного были лапы кривые у второго клюв длинный слишком длинный был его как говорят подрезать но это уже генетическое у третьего глаз проблема был подрос четвертый что там у нас было еще с кривыми лапами то по моему двое потому что одного мы сразу брали а второго попозже ой в общем мы брали яйца только на еду а на инкубацию мы уже оставили хороших куриц и они вот нам вывели потомство так что если вы берете это не надо смотреть и проверять чтобы вам давали хороших вот какой петух видно сразу у него лапы какие толстые вот эти два это петухи у них очень-очень толстые лапы первый признак тоже хоть говорят что по лапам не определяется определяется они большие но они толстые понимаете толстые такие как вот один блогер сказал такие массивные а у курочек тоненькие лапки вон у этого тоже здесь вот такие лапы здоровенные смотрите какие лапы видите это петух это петух а вот курочка вот здесь вот стоит у нее вот тоже тоненькие пальчики у нее миниатюрненькие ну куриц конечно тут мало у нас ну мясо мясо будет для этого и растим так что вот сделали мы все таки вот куточку отсадили яйца убрали как я сказала еще раз огромное спасибо за подсказку на ошибках учатся но вы не повторяйте наши ошибки не повторяйте дорогие мои просто не у всех есть время это все снимать не у всех время есть это показывать и рассказывать очень удобная эта вещь youtube чтобы можно что-то спросить что-то подскажут что-то расскажут вон сидит моя девочка сидит видите кушает ей даже покушать не дают видите она даже не сходила с гнезда она пришла села но она не сидит она стоит здесь мы сделаем два гнезда потом вот так тоже гнезду будет одно и наверху одно только я не знаю как я буду доставать нет наверное все таки одно будет гнезду если еще одна утка нанесет мы вот здесь вот перекроем тоже следующую партию и сделаем здесь да мы два гнезда не будем делать а другие пусть несутся мы в инкубаторе или потом поменяют уток одна высидит поменяем утят все равно пока заберем пока холодно может быть где-то территорию для утят отдельно вот здесь вот можно будет оставить утят утку с утятами и вот сюда потом цыплята у нас уйдут отсюда утку с утятами ну в общем мы что-нибудь придумаем ну все спасибо за внимание огромное вам спасибо за то что заходите на наш канал комментируете советы даете делитесь своими какими-то впечатлениями вон купаются вечерний марафон смотрите уточки купаются уточки купаются давайте я вам водичку частичную налью сейчас я буду наливать они испугаются пусть покупаются а потом я им налью один залез вон я две баночки поставила одну повыше другу пониже видите что творят покушали пошли мыться мы не жалеем мы убираем если что курицу уток если какие-то проблемы зачем тратить время потому что я уже убедилась что проблемные и ножки связывала и там что-то делала они отстают в развитии очень они едят много кто проблемный отстают в развитии и все равно они потом или сами умрут в какое-то время или ну и склевать все начнут ни в каком стадии больных не любят все пока пока оставайтесь с нами завтра посмотрим что у нас тут делается заходите в гости будем очень рады доброй ночи вот 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 я